Ну и вот, друзья, заключительный этап постройки нашего шкафа Это обделывание вот этих вот торцов, боковинок, вот такой вот кромочной лентой, которую я уже показывал Сейчас я покажу, как ее устанавливать У нас здесь 20 метров Ну, мы взяли с запасом, чтобы точно хватило Значит, что нужно вам иметь? То есть, вот эту кромочную ленту, утюг, который будет нагрет до 100 градусов Вот эта кромочная лента, она уже идет с клеевым слоем И, чтобы этот клей начал работать, скажем так, нужно нагреть вот эту ленту до 100 градусов То есть, что мы делаем? Мы берем ленту, вот так вот прислоняем Ну, понятно, оттуда я просто сейчас покажу Прислоняем вот так вот к кромке, к торцу наших боковинок И проводим вот здесь утюгом горячим Вот, соответственно, клеевая связка начинает активироваться И вот эта лента наша приклеивается А дальше просто края мы обрежем Потому что у нас толщина наших ДСПшных плит 16 мм А ширина вот этой вот ленты 19 мм То есть, на 3 мм больше Но она специально так идет, чтобы на любую ДСПшку И чтобы можно было потом края просто ножом обрезать Вот, сейчас, собственно, у меня нагреется утюг И мы с вами будем уже прикреплять эту ленту Ну, вот, собственно, прижимаем нашу ленту И горячим утюгом вот так начинаем проводить Ну, важно немножко задерживаться, чтобы То есть, не просто провести и все Чуть-чуть вот так подержать Вот, видите, у нас лента приклеивается Ну, и, соответственно, так по всей длине Собственно, мы обклеили среднюю перекладину Обклеили вот эту вот поперечину Теперь крайние боковые Для этого, видите, тут у нас немножко внахлёст Обрезаем вот так вот ножом И теперь проклеиваем Ну, и, соответственно, с той стороны также обрезаем И обклеиваем теперь вот эти вот боковины Ну, а перед тем, как приклеивать вот эту вот ленту к боковинкам Нам нужно будет снять дверь Да, потому что она будет мешать Я их навесил для того, чтобы, ну, немножко примериться Но при отклейке нужно будет их снять Тут нам как бы не мешали они особо А чтобы приклеить вот эту боковинку Тут у нас заходят на неё петли И, соответственно, нужно снять дверь для того, чтобы вот эти вот боковины обклеить Сейчас двери снимем, обклеим, ну и обратно их повесим Ну, а теперь, друзья мои, когда мы приклеили Полностью обклеили наш шкаф вот этой лентой Теперь нужно срезать, как я говорил, края Берём ножик, довольно острый Я специально заменил лезвие И, соответственно, начинаем просто вот так по периметру обрезать Мне немножко неудобно, потому что шкаф немного так стоит Ну, короче, вы поняли, да, суть Берём и вот так вот вдоль обрезаем Желательно в ту сторону как бы делать рез для того, чтобы, ну, как бы не вырвать То есть вот так вот берём Упираем в край и вот так вот режем Вот таким образом срезаем вот эту боковинку Ну, потом, собственно, зашкурим, будет идеально Ну, друзья, я и показал вам, как сделать шкаф своими руками Вот такой вот шкаф у нас получился Мы его уже поставили на своё место Загрузили вещами Единственное, что только дверки ещё, видите, не доделаны Тут нет ещё вот этой, как я говорил, плетёной вставки Ну, тут уже мы подумаем Либо плетёная вставка будет Либо вы можете какие-то фотообои сюда вклеить Либо, я не знаю, там, из реек Какую-нибудь там такую, знаете, там Решёточку, сеточку сделать В общем, тут на что фантазии вашей хватит То есть тут вот эту внутреннюю часть дверок Можно так оставить, можно покрасить Можно там всё, что угодно Любую вставку сделать, это уже, как говорится, как захотите Собственно, вот такой шкаф получился Получился, ну, чисто внешне Он как покупной То есть вот стоит покупной Вот стоит самодельный Да, ничем они особо не отличаются Но единственное, что вот тут, конечно, не очень небрежно Но я говорю, если вставку сделать, будет вообще чётко То есть действительно выглядит как покупной Ничем покупному не уступает Плюс за счёт того, что мы вот Помните, да, вот эти внутренние Вот эти торец внутренних элементов Мы приклеили вот эту вот декоративную ленту За счёт неё, опять же, вид стал более такой Приближённый к покупному варианту Плюс, помните, вот этот зазор у нас Я говорил, да, что зазор между дверками Получился довольно большой За счёт, опять же, вот этой вот ленты Этот зазор не так бросается в глаза Потому что лента тёмного цвета В цвет дверок Когда ленты не было, светлая ДСПшка, конечно, очень сильно Вот этот полусантиметровый зазор Очень сильно бросался в глаза Вот с этой лентой он уже бросается в глаза не так сильно Вот, ну и резюмируем То есть выглядит ящик действительно как покупной Плюс, когда вы делаете сами Вы можете сделать его любого размера Полки на любом расстоянии сделать, да То есть покупной вариант в этом плане, конечно, уступает Что покупаешь, что есть Ну, заказ, соответственно, это будет ещё дороже стоить Вот, самодельный, он ничем не отличается Внешне, но при этом вы можете сделать любого размера Там, как хотите То есть в этом, конечно, деле это всё выигрывает Ну, вы, конечно же, спросите про стоимость То есть, да, выглядит, может, он и как и покупной Но что же по стоимости Ну, вот я посмотрел в интернете Примерно такого размера шкафы Ну, и цены, конечно, сильно разнятся Есть шкафы за 15 тысяч, за 12, за 10 Ну, там я уже думаю, что какое-то трешанино уже идёт Там, из каких материалов он сделан Наверное, дверки сами закрываются Там, не знаю, там какие-то В общем, это трешак полный Если брать более дешёвые варианты То цены где-то в районе 8 тысяч Вот я увидел шкаф И даже, по-моему, был какой-то за 6,5 тысяч 6,4 тысяч, по-моему, с чем-то Но фишка в том, что он меньше Меньше этого, то есть, он уже не 2,15 По-моему, 2 ровно метра И ширина у него не 90, а, по-моему, и 75 То есть, на 15 меньше в ширину И на 10 или сколько-то там Ну, короче, он меньше Этот шкаф меньше Плюс, ко всему прочему, я не знаю То есть, я смотрел просто чисто размер этого шкафа Смотрел и цену Я не знаю, с полками он идёт или нет Потому что, как вы понимаете, шкафы без полок Они дешевле, чем шкафы с полками У нас-то шкаф с полками Соответственно, если тот шкаф без полок Который вот за 6,5 и за 8 То, если бы он был с полками Он бы стоил тоже ту же десятку Вот, поэтому, как бы, какие-то такие вещи Что касается нашего шкафа То он обошёлся нам, мы специально посчитали В 4 688 рублей Ну, округлим до 4 700 Это без учёта ручки Потому что ручка у нас была Кстати, ещё, наверное, вторую Всё-таки придётся докупить Или там, я не знаю Короче, без учёта ручки И магнитики У нас вот 2 магнитика Ну, вам, если у вас вот этой вот перегородки нет А просто идут полки То вам, возможно, 4 магнитика понадобятся В общем, без учёта магнитиков Ручки и саморезов Ну, саморезы сколько вам? 50 штук надо 3,5 на 12 И 50 маленьких там 2,5 на 10 То есть эти саморезы, ну, копейки там будут стоить Наверное, вот это по 50 этого, по 50 этого Там, наверное, 50 рублей будет Ну, там, я не знаю, там, ну, вообще копейки Я просто иногда покупаю саморезы, там, 100 штук Там 15 рублей То есть вообще как бы ни о чём Ну, пускай даже у вас эта вся вот эта история С магнитиками этими Дойдёт до 5 тысяч, но никак не больше, друзья То есть за 5 тысяч вот такой вот шкаф Это 100% у вас получится Ну, конечно, да, вот ещё лист ДСП же у меня был Вот, соответственно, лист ДСП, ну, сколько он стоит? Ну, как раз вот, сколько? 305 рублей Ну, до 5 тысяч где-то у вас и дойдёт до этого шкафа Ну, 5 тысяч по сравнению с 8, даже с 6,5 Это уже на 1,5 тысячи дешевле С 8 тысячами Это на 3 тысячи дешевле Ещё раз повторюсь, что я не знаю, те полки с... Те шкафы с полками или нет Если они без полок, то с полками они бы где-то десятку бы и стоили То есть это у нас, получается, шкаф получился в 2 раза дешевле, чем покупной На заказ, соответственно, ещё будет дороже В общем, резюмируя всё вышесказанное Как мне кажется, делать какие-то вещи по дому своими руками Даже на сегодняшний 2018 год всё-таки имеет смысл Потому что получается гораздо дешевле А по техническим каким-то характеристикам и внешнему виду Нисколько не уступает каким-то покупным аналогам То есть выглядит точно так же красиво Тоже можно так же пользоваться Ничего как бы... никаких особых таких различий нету Поэтому, если у вас руки не из жопы То, я думаю, смело можете браться за такую авантюру Конечно, первый может быть шкаф Там первая табуретка получится не такая хорошая Но, как говорится, к третьей, к четвёртой уже наблатыкайтесь И всё будет нормально В общем, такой вот шкаф получился Как я уже сказал, он получился очень сильно дешевле По внешке, как покупной Но и всё-таки приятно пользоваться какими-то изделиями, которые ты сделал сам Нежели которые ты купил Поэтому, на мой взгляд, лично для меня всё очевидно Я всегда всё делаю сам Ну, не всё, конечно, но зачастую Если какой-то шкаф надо что-то сделать Я всегда делаю сам, потому что, ну, как говорится, дешевле и приятнее И... а отличий особых никаких нету В общем, на этом всё Всем огромное спасибо за просмотр нескольких частей данного видео Ну, надеюсь, видео оказалось полезным И вы тоже сможете сделать себе такой шкаф Информация, надеюсь, была полезной На этом всё Всем пока и до следующих роликов